Трёхочковое попадание в корзину Впрочем, победу на турнире химчане смогли достигнуть до финального свистка в матче с Тамбовым. Ранее жёлтая-синяя команда из Подмосковья обыграла университет Югру из Сургута и Зенит-2 из Петербурга, тем самым досрочно заняв первое место. В завершении игр наградили лучшие команды турнира и участников за индивидуальные достижения. Защитник БК Химки Глеб Суворов признан лучшим игроком. Перед стартом сезона проверка тех наработок, которые мы были. Ну и вообще он такой достаточно... был перерыв, вроде бы один год, когда мы его не играли. А так турнир очень культовый, ну для меня, потому что я давно уже в Химках, и для меня он достаточно важен. Тамбов, который ранее уступил Зениту-2 и университету Югрия, смог добиться победы престижа и обыграл химчан. Правда, на ход в турнирной таблице это не повлияло. И по результатам очков команда Тамбов заняла четвёртое место. Но, как отмечает лучший центровой турнир Денис Викентьев, это не повод для огорчения, а возможность провести работу над ошибками. Можно лучше, можно лучше, можно добавить, будем добавлять, тренироваться, готовиться к сезону. В этом году баскетбольный клуб Химки в очередной раз забрал золото турнира. Серебро у клуба из Петербурга, а бронза у университета Югры из Сургута. Турнир памяти Александра Петренко проходит уже в 14-й раз традиционно перед стартом баскетбольной суперлиги. Впервые его организовали в 2007 году в память о капитане команды, который играл на позиции тяжёлого форварда. Андрей Панченко, Вильфорд Демковский, Новости, Химки ТВ.